Здравствуйте. Вакцинация против бешенства собак и кошек. Ветеринарная служба города Сочи. Вакцинация бесплатная. Давайте собачку поддержите. Поддержите собачку нам. Хозяину Шарика пришлось крепко держать свою собаку. Только так врачу удалось сделать укол максимально безболезненно для животного и не пораниться самой. К слову, все ветеринары привиты от бешенства, ведь бывает так, что во время вакцинации пострадать могут и сами врачи. А вот в соседнем дворе хозяина Сары дома не оказалось. И держать собаку пришлось самим врачам. К счастью, Сара оказалась на редкость спокойной и уже через несколько минут, кажется, забыла, что ей делали укол. Ветеринары стучат буквально в каждый двор, но не все хозяева соглашаются на прививку. Некоторые вакцинируют своих животных сами. Так же хотели сделать и хозяева двухлетнего Локи. «Честно говорю, жаба задавила. Маленький был. Я обратился, там внизу ветеринарная служба есть. Они сказали, что времени нет по заказу, туда-сюда, 1800 рублей стоит это. Я не стал, честно буду говорить, я не стал с ними связаться. Но потом по деревне ходили люди, ветеринарная служба ходили, но нас не застали дома. Не всегда мы тоже дома бываем». На каждое привитое животное составляют опись, куда вносят данные о хозяине, его фамилию и адрес, а также пол, возраст и кличку животного. И, конечно, когда и какая вакцина была привита. «Бешенство – это зоантропонозное заболевание. И если дикая собака укусит человека, то он заболеет. И от этой болезни нет лечения. Неизлечимое заболевание, если он вовремя не обратится в травмпункт. За последний год ни одного случая нет. И за последние несколько лет я не знаю таких случаев». «То есть в Сочи нет бешенства?» «В Сочи нет бешенства». Вакцинация против бешенства проводится в течение всего года, но сентябрь считается одним из самых благоприятных для этого месяцев. Ведь при сильной жаре ставить прививку нежелательно. К слову, только с начала этого года в Сочи привито от бешенства более 18 тысяч собак и кошек. Галина Захарова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.